на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня такой не библейский вопрос в каком возрасте лучше создавать семью священное писание не дает нам ответа на этот вопрос но мы знаем что как в библейские времена так и в последующие этот вопрос в церковной среде решался по разному в древности собственно до недавнего времени в так называемом традиционном обществе считалось что необходимо создавать семью жениться или выходить замуж практически сразу после наступления полового созревания а иногда и раньше то есть человека могли делать девочку могли выдать замуж или мальчика могли женить даже до того момента когда он созревал и становился способным к продолжению рода к интимным отношениям в обществе индустриальном и постиндустриальном в котором мы сами сейчас по сути дело живем ситуация поменялась и время вступления в брак примерно приурочивается к наступлению не физической зрелости а к наступлению хотя бы в каких-то вопросах социальной зрелости это обеспечивает очень серьезный разрыв между половым созреванием который наступает все раньше и раньше если еще сто лет назад в среднем девушка созревала годам к семнадцати шестнадцати то сейчас она созревает 12 и 13 иногда и раньше иногда и в одиннадцать лет я знаю девочек которые уже становятся в общем девушками а при этом социальное созревание относится примерно даже не ко времени окончания школы а ко времени окончания последующего высшего или профессионального среднего образования то есть годам к двадцати и вот эти иногда почти десять или даже больше лет когда человек в физическом смысле уже созрела в социальном совсем еще нет являются большущей проблемой вообще для этих самых созревающих детей но все-таки создавать семьи в более раннее время чем 18 лет в нашей стране нельзя даже по законодательству но за редчайшим исключением по согласию родителей или по каким-то другим особым показаниям если вы не живете в республиках северного кавказа там это возможно более раннее время поскольку традиции традиционного того самого общества там еще по-прежнему крепки поэтому наилучшим временем да кроме того хочу напомнить что кроме социального созревания и кроме физического созревания существует еще интеллектуальное созревание например префронтальная кора головного мозга заканчивает свое созревание примерно 20 21 году вот я бы советовал все-таки если нет особых причин раньше этого времени в брак не вступать тема ранних браков до 20-летнего возраста это особая большая тема там есть свои плюсы конечно даже но есть и свои серьезные опасности у ранних браков достаточно высокая более высокая чем более поздний брак вероятность все-таки распада брака по определенным причинам которые мне нет возможности сейчас подробно рассматривать поэтому оптимальным временем вступления в брак на мой взгляд является время окончания учебы и время начала трудовой деятельности не стоит откладывать этот процесс как это принято в некоторых странах западного мира до того момента когда вы уже сделаете свою профессиональную карьеру вот тогда можно то есть за время после 30 это связано не только социальными вопросами но и с вопросами формирования семьи да как я уже сказал 20 годам заканчивает формирование ваш головной мозг но вы по-прежнему еще достаточно пластичны и вам гораздо проще будет приспособиться друг другу принять другого человека измениться под другого человека притереться как сейчас говорят не привыкнуть жить в одиночестве сформировать себя в общем с достаточно раннего времени уже как семейного человека не как человека одинокого привыкшего приходить домой вот собственно свою в свой дом где никого нет и где вы не должны под кого-то подстраиваться где у вас нет никаких дополнительных забот нет детей там и поэтому в общем подчеркиваю уже так вот чтобы подвести итог на мой взгляд время вступления в брак наиболее оптимальным это время начала трудовой деятельности после 20 лет ну и возможно естественно после окончания службы в вооруженных силах внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео